Ирина Корчагина Это неисчерпаемый источник вдохновения, в том числе в связи с тем, что она необычная и интересная. И, например, несколько дней назад проходил экскурсионный флешмоб и вместе с горожанами я прошел по тем локациям, по тем точкам в старой части Барнаула, с которыми связано большое количество, даже не сколько легенд, а различных мифов и небылиц. И мы поговорили о том, что обычно рассказывают об истории Барнаула и конкретно об этих местах, об этих событиях. И как же на самом деле было, ну, по крайней мере, что про это говорит историческая наука. Пришло послушать меня тогда 134 человека. Какие локации в вашем личном таком списке самых знаменитых мифов Барнаула? Ну, во-первых, это, конечно, Демидовская площадь. И здесь главный набор мифов связан с именем Демидова. Очень часто весь дореволюционный период истории Барнаула называют Демидовским, что ошибка. Демидовский период здесь был только, получается, 8 лет, с 1739 по 1747 годы. Затем начинается царский или кабинетский период. Ну, и в связи с этим существует неправильное понимание о том, что есть Демидовские постройки, Демидовские кирпичи. Всего этого нет, естественно. Все это уже после Демидова. Ну, или, например, знаменитые проклятия Демидова. Очень любят на этом спекулировать. Это такая страшилка общеизвестная. Ну, вот я сторонник того, что такого проклятия, ну, понятно, что его нет в принципе, а нет его потому, что его и не могло появиться по объективным причинам. Вот я рассказывал о том, по каким именно причинам ни у Демидова, ни у его наследников не было оснований проклинать Барнаул. А напомните вот про это проклятие? Ну, якобы, значит, Демидов был очень сильно недоволен по поводу того, что его рудники и заводы были изъяты в царскую собственность императрице Елизаветы Петровной. Это случилось в мае 1747 года, и в день подписания указа Акин Финекич проклял Барнаул. Ну, а самое простое, Акин Финекич вообще не дожил до этого указа, поэтому в мае 1747 года он ничего, никого проклясть не мог. Даже если бы он заранее знал о том, что его имущество здесь изымут, то к маю месяцу это не имело бы в любом случае никакого отношения. Ну, если мы, конечно, не будем ударяться в потусторонние миры, конспирологии и прочую эзотерику. Объективные данные показывают, что бедствия, которые действительно случались в Барнауле в мае, вызваны совсем другими причинами. И, кстати, вот об одном из этих бедствий, о пожаре 1917 года я тоже рассказывал на одной из точек. Существует представление о том, что вообще весь Барнаул сгорел, также существует представление о том, что виновником пожара был пожарный. И здесь есть доля правды. Действительно, пожар начался на усадьбе одного из руководителей вольно-пожарного общества. Но то, что загорел весь город, это неправда. Сгорело только в лучшем случае. Ну, для Барнаула в худшем, конечно, но, значит, одна шестая. Это 53 квартала, 735 усадеб из более чем 300 кварталов, которые на тот момент существовали в нашем городе. Да, сгорел центр. Поэтому вот такое представление о гибели Барнаула. Ну, и современники, конечно, раздували масштаб в их глазах. Это было просто апокалипсис. Учитывая, что размеры Барнаула были совершенно другие. Ну, да, да. Но все равно не будем забывать, что к 1917 году уже застройка дошла до железнодорожного вокзала. И на горе она была до телецентра. И, в общем, уже в черте Барнаула была булыгина заимка, да, поселок Кирова. То есть это не так мало на самом деле. Хорошо, куда двигаемся дальше? Дальше мы поговорили о еще одном таком заблуждении, в частности о том, что, значит, Ползунов, это же наш символ, и что Ползунов изобрел первую в мире паровую машину, и что есть места, и даже здания, связанные с деятельностью Ползунова. К сожалению, никаких зданий в Барнауле, связанных лично с Ползуновым, не сохранилось. От его времени до нас не дошло ни одной постройки. Точно так же является несколько преувеличением, неточностью, то, что он изобрел первую в мире паровую машину. Он изобрел первую в мире двухцилиндровую пароатмосферную машину промышленного назначения большой мощности. То есть не вообще в принципе паровую машину, а то многие подумают, что чуть ли не колесо тут изобрели, да, ну вот это же такого же уровня изобретения, да, паровая машина, как книгопечатание, да, как огнестрельное оружие, вот такая технология эпохальная. Потом мы поговорили о такой, знаете, псевдонаучной теории о том, что якобы был в 19 веке или в конце 18 потоп, и поэтому многие здания у нас по землю ушли, на самом деле они не ушли, они там за нихины были илом. И вот на примере одного из зданий, построенных в начале 20 века, я показал, что, ну понятно, что никакого потопа всемирного не было ни в 19 веке, ни в 18 веке, а это просто растет культурный слой. Я рассказывал, показывал, как именно растет культурный слой, ну и в целом, что вот эти цокольные этажи, полузасыпанные, да, это все естественное, это ничего от нас не скрывает, никаких катастроф. Потом мы зашли, знаете, в такое место, которое связано уже с мистификацией истории 20 века. Вот казалось бы, ну 20 век, уже, ну это не так далеко от нас, и многие еще живы, люди, которые тогда жили. Тем не менее, у нас существует так называемая расстрельная арка на Льва Толстого, и продолжают рассказывать о том, что там, значит, ждали исполнения приговора те, кто был вот приговорен во время репрессий 1930-х годов. Я перебью, вот если вы сейчас скажете, что это тоже миф, это будет ужас, потому что у меня коллега сделала целый сюжет, посвященный этой расстрельной арке, что там держали людей перед расстрелом. Ну что, пластом не друг, но истинно дороже. Там не держали людей перед расстрелом. Все имена, которые там вырезаны, были вырезаны в 80-е годы. Тогда, когда у нас, ну получается, поднялась волна интереса к репрессиям в годы перестройки, и тогда активисты, значит, вырезали эти имена, возможно, это действительно жертва репрессий, возможно, это реальные имена и фамилии, их даты, рождение, то есть... Но написано не перед непосредственно расстрелом. Конечно. То есть это просто может быть какая-то дань памяти. Да, это тогда же не было мемориалов никаких в советское время, посвященных жертвам репрессий. И вот это такой первый самодельный народный мемориал, который был сделан специально в арке, ну для создания определенного антуража. На самом деле у нас есть места, где реально массово расстреливали людей. И там и сейчас есть мемориал, это на канатном проезде, расстрельный полигон так называемый. Там, правда, больше церковники своих упоминают, но там на самом деле расстреливали всех. У нас есть здание НКВД, даже как минимум два, где проходили эти массовые репрессии. Да, одно из них находится в переулке Горького, 30, это Центробанк. Вот там находилось управление НКВД в 37-м году. Вот там действительно, да, что-то подобное могло быть. Ну а арка, она просто вот хорошо ложится вот в эти вот представления о том, как это могло быть. Люди, которые приходят к вам на экскурсию, вот, например, на эту, удивляются, что, оказывается, наверное, не так хорошо знают свой город? Да, удивляются. Причем, вот, чем старше люди, которые приходят на экскурсии, тем больше их удивление. Потому что, казалось бы, да, зачастую это барнаульцы, которые прожили здесь десятилетия, может быть, даже всю жизнь. И они говорят, что мы здесь всю жизнь прожили, а мы всего этого не знаем. Мы не знаем истории своего города. Ну и вот еще одна такая легенда, да, наверное, самая знаменитая легенда об истории Барнаула, это, конечно, легенда о Голубой Даме. И я ее тоже коснулся. Я рассказал о том, как вообще она возникла, кто ее создавал и существует ли какая-то, ну, реальная история, которая лежит в основе этой легенды. Ну, если совсем вкратце, то, скорее всего, где-то в середине 19 века некая девушка по имени Лариса была то ли убита, то ли, значит, ну, каким-то образом она погибла. И была закопана не на кладбище, а в саду вот дома начальника округа, то есть нынешней мэрии на Ленина 18. Ну и, соответственно, поскольку она была похоронена где попало, соответственно, вот ее душа, опять же, да, начинаем сюда вместе уходить, да, как неупокойная, да, стала являться в виде призрака. Ну, то есть, да, возможно, какая-то вот какая-то такая ситуация была. А потом уже туда начали уже в 19 веке придумывать дополнительные подробности про то, что это Синяя дама. А Марк Юдалевич потом уже создал литературное произведение, в котором была жена губернатора, да, и, соответственно, замурованная в подвале. То есть там это все уже художественно оформлено. Вот, то есть на примере этого мы проследили, как реальная, ну, более-менее реальная история превратилась в красивую городскую легенду. Это все локации из экскурсии? Там мы еще поговорили про небоскреб, ну, там больше такие архитектурные особенности. Ну, и, собственно говоря, все, да, их было семь. А небоскреб, это, наверное, которое на пресечении Красноармейского? Да. Я надеюсь, что это все-таки первый небоскреб? Ну, да, да, конечно, это первая жилая пятиэтажка. Ну, собственно, это не небоскребом-то его назвали сами барнаульцы, потому что пять этажей для Барнаула в 1915 году, это действительно огромное здание большой высоты. Город был однодвухэтажный, в основном деревянный, поэтому, конечно, это образное название. Но, тем не менее, да, вот, казалось бы, сейчас у нас уже есть здание высотой больше ста метров. И, тем не менее, небоскреб в городе вот этот, на Красноармейском. Данил, я бы хотела, чтобы вы проанонсировали еще какие-то экскурсии. Наверняка на День города вы тоже порадуете жителей Барнаула новыми историями и чем-то очень интересным. Да, в ближайшую субботу, 2 сентября, вечером, в парке Изумрудный я проведу экскурсию по этому парку, она так и будет называться, «Тайны старого парка». Это будет экскурсия, по сути дела, в темное время, то есть она начинается 21.30, по завершении дискотеки, там будет дискотека 80-х в парке, вот как только она закончится, сразу же от верстового столба мы начнем свое движение. Ну, примерно там на час, на полтора. Сейчас парк уже благоустроен, освещен, но некоторые элементы загадочности, конечно, будут присутствовать. И там тоже не обойдется без каких-то, скажем, страшных историй, но и в то же время постараюсь более-менее правдиво рассказать о том, что же тут происходило, когда и почему. Я же уже, получается, 4 года провожу общедоступные бесплатные экскурсии для жителей Барнаула, то есть туда могут прийти все желающие, бесплатно. Это, конечно, происходит не каждую неделю, даже иногда не каждый месяц, но периодически. И некоторые экскурсии, которые я проводил в начале, да, в 2019 году, да, или там в 2020 году, сейчас, я думаю, можно было бы их повторить, связанные с какими-то датами. Так что, если кому-то интересно, это можете находить меня в социальных сетях ВКонтакте, соответственно, там я на своей странице анонсирую все свои экскурсии, лекции. Ну, вот лекции будут в зимнее время, совершенно точно. И поскольку мы собрались накануне Дня города, я хотела бы вам задать вот такой вопрос. Что бы вы хотели пожелать Барнаулу? В каком направлении развиваться? Я бы хотел пожелать своему родному, любимому городу Барнаулу сохранить все то историческое наследие, которое у нас сейчас есть, отреставрировать то, что требует реставрации, построить какие-то новые достопримечательные объекты, которые будут не только украшением нашего города, но и будут полезными, решить транспортную проблему, решить экологические проблемы и, в конце концов, стать не шуточной, а настоящей столицей мира. Для этого у нас есть все основания. Конечно. Я напоминаю, что сегодня гостем в нашей студии был историк, краевед Данил Дегтярев. Данил, всегда рады вас видеть. Спасибо большое за эту интересную беседу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.